Представители оперативного штаба республики, а также неравнодушные жители и организации Карачаева-Черкесии сегодня передали 11 автомобилей для укрепления мощности первичного медицинского звена в период борьбы с коронавирусом. Репортаж Мадины Каракетовой. Карачаева-Черкесия, как и весь мир, оказалась в очень сложной ситуации. Атаки опасного вируса никто не ожидал. Под его ударом в первую очередь оказались медицинские работники. И, как известно, ничто не объединяет людей, как общая беда. Группа молодых энтузиастов думали, чем же помочь родной республике в сложившейся ситуации. И пришла идея поработать водителями для медицинских работников. К черкесской городской поликлинике съезжаются автомобили. Это и легковые машины, и микроавтобусы. Все эти люди откликнулись на клич объединить усилия с медицинскими работниками в борьбе с COVID-19. Герои этого дня, а иначе их не назовешь, и которые не захотели называть своих имен, в условиях существующей опасности, готовы предложить свои услуги врачам. На сегодняшний день откликнулись пять легковых автомобилей, шесть пассажирских газелей. Но я думаю, с каждым днем это количество будет увеличиваться, потому что добрых, неравнодушных людей у нас все-таки много. Сегодня у нас первый день только этой акции, поэтому дальше больше, как говорится. Все люди неравнодушные к нашей, опять-таки, той же ситуации сложившейся, они принимают в этом участие в благом, хорошем деле. Я хочу всех поблагодарить, кто оказал содействие. Спасибо всем. Я думаю, общими усилиями мы справимся. Этот мужчина пришел к добровольцам одним из первых. Решил, что его пассажирская газель может пригодиться для развода продуктов и другой необходимой работы. Вместе должны выходить из положения. Друг другу надо помочь. Чем раньше выйдем из этого положения, тем лучше. Так что надо выкручиваться, помогать друг другу. Все, кто откликнулся на движение «Мы вместе», предложившие свою помощь медработникам, будут задействованы в развозе врачей по адресам пациентов, доставке лекарств заболевшим и продуктов, и иной помощи многодетным и малообеспеченным жителям республики. Насколько эта акция важна? Очень важна, потому что многие болеют, и надо людям помогать. Врач-инфекционист Черкесской городской поликлиники Юлия Ионова говорит, что эта помощь очень своевременная. Ковид вывел из строя и немало медицинских работников, в том числе и водителей скорой помощи. Но жители города и республики, несмотря ни на что, должны получать своевременную и качественную медицинскую помощь в полном объеме. «В связи с тем, что многие и медицинские работники были выведены из строя этой болезнью, то есть это имеет огромное значение для наших больных. То есть мы теперь можем им чуть быстрее оказывать помощь, доставлять лекарства, брать у них анализы и тем самым ускорять диагностику и помощь. За это хочется сказать огромное спасибо всем людям, которые в этом приняли участие. Вот без них бы мы как бы не справились. Большое спасибо. В дальнейшем я думаю, что это нам поможет в оказании помощи и мы справимся». Ковид объединил людей в один кулак. Показал, что хороших, добрых и ответственных гораздо больше, чем равнодушных и злых. Организации, общественные советы, при ведомствах и просто жители республики объединяют усилия для оказания материальной помощи. Нуждающимся в этом помогают медикаментами, средствами индивидуальной защиты. Предоставляют свой личный автотранспорт для общественных и медицинских нужд. И все, что эти люди просят взамен – помочь им своим ответственным отношением к себе и близким, соблюдением требований, продиктованных нынешней непростой ситуацией. Мадина Каракетова, Мухаммед Ошибоков, Станислав Полянский, Вести Карачаева, Черкесия.